Привет! Хорошо, хорошо! Идём с вратарями разминаться. Что у нас сегодня на тренировке? Разминочка акробатическая, растяжечка. Ну, на изи. Такую разминочку, но придётся показать. Да-да-да, на камеру. Да-да, пацан. Ложись. На счёт три толкаемся, я тебя вставлю. Раз, два, хоп! Всё, не надо, не подойди. Просто стой. Ногу вторую прожми, прожми ногу! О! Короче, всё, что это делает, пацаны, это оказывается тяжело. Так что уважение нашим вратарям. Не то, что я разрушитель мифов, но... Ну, почти с первого раза сделал. Спокойно. Сейчас Влад покажет второй вариант стойки, как он делает, а в комментариях напишите, кто из них сделал лучше, Влад или Даня. Спокойно. Я нашёл самого харизматичного администратора Восточной Европы, Геон. Все пишут про форму, он переживает, когда будет, не будет. Будет ли вообще форма? Форма будет обязательно, конечно. Я думаю, что к началу сезона форма будет новая обязательно. Как игровая, так же парадно-тренировочная. Мы её ждём просто. О, там что-то случилось страшное. Я проснулся. Ну, чем занимаемся? Разминка. Техника передач. Чуть чистота, координация. Футбольщики, что так не положили. Традиционные тренировки, которые... Традиционные, на игровой тренировке. Сейчас очень забавный момент был. Тренера пропустили в коридорчик. Это такое приветствие и наказание. Дело в том, что у главного тренера на теории зазвонил телефон. И тем самым он провинился. Здравствуйте. Вчера прилетел в 9 утра, 15-часовый перелёт, сегодня уже хорошо. После тренировочки парни остались. Ну что, давай, ты попадёшь. На три щелбана. Давай бок. Ты за бока. Вообще, не попадай спокойно. Так, первый есть щелбан. Еще один давай. Я тебя люблю. Расскажи, следил за командой, каждый матч смотрел? Да. Каждый матч, ну если удавалось, если не было тренировки и игры, то следил. Ну все новости, прям не забывал. Ну конечно смотрел. Популярный вопрос такой у всех, отличие главное чемпионат Швейцарии, в России. Первое, что ты там две игры сыграл и понял про это. Он более открытый. Такой очень веселый чемпионат, знаешь, зрелищный. Ну то, что голы могут прилететь туда-туда. Да, да, да. Постоянно атака на атаку. Может быть менее тактически оснащенный и физически, знаешь, у нас типа в основном все такие сильные ребята. Ты сдружился там с кем-то есть, с кем общаешься хорошо? В этой зоне, получается, был серб в команде. Сейчас Астрахийний Павлович, он сейчас сыграет в Зальцбурге. Ну мы с ним жили в одном просто, в одних апартаментах. Ну не в одном номере, как бы, а просто в одном здании. Ну соседи, да, соседи, соседи. То есть и он, конечно, не так хорошо знал русский. Вот поэтому в основном на английском общались. А ты же? Ну если какие-то слова не знаешь, то можешь сказать, знаешь, если какое-то слово не знал, говоришь ему на русском. А, да, у нас также типа. А болельщики швейцарские, какой-то коннект был у тебя, там что-то писали? У них есть такая интересная история, что болельщики отправляют, я не знаю, у нас, я такого, у нас я видел такое, но редко. То, что у них очень часто болельщики отправляют письма, ну дети в основном, там с фотокарточкой, с чем-то, с просьбой, что там распиши, пожалуйста. На почту тебе или куда, или в клуб? В клуб приходят, а клуб уже отправляют нам, ну, то есть там одно и то же место. И из клуба, получается, спускают нам раздевалку. Все, день игры, начинаем. Домой приехали. Здравствуйте. Ты как-то рассказывал, что там про жарка и прочее тебе про ЦСКА тяжело писать. Да. Вот сейчас такая ситуация в межсезоне, не тот ли повод, когда можно... Я бы с ними хотел просто пообщаться, но не все со мной не общаются. Я уже устал, я тут в каждую камеру говорю. Так, расскажи, Паша, что ты хочешь пообщаться? Просто познакомиться? Хочу познакомиться с футболистами, они со мной не знакомятся. Давайте, мы берем в работу этот вопрос. Да, давайте. Все. Пора уже. Ну, ты уже вышел на тот уровень, когда с тобой сфотографируются люди здесь на стадионе. Я им заплатил. Да. ЦСКА только победа. А. Да. Ставь. Мороз. Ты пишешь, а? Ну, и лебен. На подпадке будем? Да. День который. Мороз. Мороза. Кстати, мы вернулись на нашу скамейку. Плевать турнирное значение, вообще не имеет значения. Обыграйте этот Сочи, ребят, Владимир Валентинович. Сделайте так, чтобы мы пришли сюда и хотя бы в последнее, крайнее раз в неопределённое время обыграть нужно Сочи 100%. Три, два, один. Вы ЦСКА! Вы победили! Вы ЦСКА! Вы победили! Верим команду! Спасибо, Владимир Валентинович! Спасибо! Перевернёмся! Верим команду! Верим команду! Мы победим! Мы победим!